Продолжение следует... Мы продолжаем. Приехали. Давайте осматриваться. Да прямо практически прилетели. Прикатились. Это все куст? Нет, тут что-то еще. Палка. О! Кстати, все забрали, небось? Да по-любому. Ага. Помнишь, у нас полная сумка была всякого полезного? Да-да-да. Все забрали. Чтоб не провалиться. Палка, как обычно. Природа щедро одаривает меня полезными предметами. Гип-гип, ура. Бери давай, не ной. Человой. Дедуля много разглагольствовал о прекрасных видах в районе короны. Похоже, от них остался только этот кустик. Сэдвик, ты такой... Одной ветки достаточно. Нытик. Ты такой Сэдвик? Да. Ягод здесь нет. Эта местность вообще не приспособлена для жизни. Трудно поверить, что недавно все было по-другому. О-о-о. Так, что-то у нас еще... Тут у нас замок, ворота, ворота, щель. Смотри-ка. А вон там справа внизу еще. Очень увлекательная поездка. Все еще не верится, что мы добрались живыми. Спасибо тебе за безопасную доставку. Но я должен признать, что временами я... Как бы сказать... Сомневался, что у тебя все получится. Понял паровоз? Он в тебе сомневался. Я пока что не могу вернуться. На меня возложена миссия. Тут имеешь в виду, ропасть. Ого! Я уже говорил, что я ужасно боюсь высоты. Не помню. Нет, не говорил. Кто бы сомневался. Даже скучнее, чем я думал. Потому что не видно, куда падает. Прыжок с высоты не решит все мои... Слышишь, Седвик? Все, все понятно. Хорошо. Тут посмотрели, тут посмотрели. Ворота. Я прошел такой длинный путь, чтобы сдохнуть перед этими воротами. А судьба, наверное, сидит на крылечке, потягивая какао. И хохочет, наблюдая за мной. Ну какао у нас нет. Эй! У меня чай есть. Эй! Здесь есть кто-нибудь? Можно найти? Ау-у-у! Он же про судьбу. Ну и что? Мы тоже. Ни замка, ни ручки, ни встроенного механизма. Мне довелось вскрыть столько дверей, но это... Мать всех дверей. И что теперь прикажете делать? Страдать. Под дверью щель. Но вряд ли я снова смогу провернуть знаменитый трюк с подносом. У меня нет подноса, а в двери нет ключа. А у нас есть поднос. А в двери нет ключа. А, ну да, это проблема. Эй! Эй! Здесь есть кто-нибудь? Можно войти? Ау-у-у! Это не поможет. Я даже руку туда не могу просунуть. Ясно! Корона! Наконец мы встретились. Осталось только найти вход. Эй! Эй! Можно? Ау-у-у! Все ясно, 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 ясно. Так, ладно. Палка. Что вот с палкой нам делать? У нас больше ничего нет. Щелк. А в дверку? Интересно, смогу ли я этой палкой отпереть ворота с другой стороны? Разплюнуть! Ну, давай. Я ждал совсем дурак. Это ворота в королевский замок, а не дверь в Азгильский нужник. Надо придумать что-нибудь получше. Не, ну ты смешной такой. Ну, давай отправим каплю туда. Да. Эй, капль, поможешь мне открыть ворота? У нас тут вообще выбора нет. Палкой и капль. Все. Понятия не имею. Кто знает, что тебя там ждет? Одно могу сказать точно. Будет нелегко. Ты знаешь, о чем я говорю. И еще, капль. Если ты сможешь это сделать, я заберу назад кое-какие слова насчет тебя. Удачи, друг. Давно пора было, между прочим, забрать свои слова обратно. Смотри-ка, кто там сидит. Ага. Интересно, это тот же самый или это другой? Думаю, тот же самый. Может, они все на одно лицо? Может быть. Может, у них там семейное? Может быть. Что там? Я не успеваю прочесть. Я тоже не успеваю прочесть за ним. Бен, что? Давай несколько раз покликаем. Попробуем постепенно прочесть. Уже пытался открыть дверцу. Бен уже пытался открыть дверцу. Да. А, дверцу. А ты его можешь? Могу. Что? Ну, наверное, тут он сам не справится. Надо что-то искать. По крайней мере, не так просто все. Ну, давай проверим сразу. А сжечь может? Может быть. Она сгорит и выпадет. И откроется. Нет, я думаю, надо что-то искать. Ну и все, видишь, последние остались. Бдем, бдем. Ладно. Ну, вот у нас сарай. И вот этот, который сидит там. Как его зовут там? Я что-то представляю, что вам? У меня только Чапи какой-то на ум приходит. А его как-то вот... Часки. Часки, о, точно. Часки. Интересно, а он помнит нас? Если это он. О-о-о. Качелька. По голове ему? А-а-а. Нет, не знаю. Что за звуки? Кто ходит? Кто тут ходит без нашего разрешения? А, слушай, все такое раздолбанное. Угу. Ну так они говорили, что ничего не нужно. Король уже и так... Можно сказать. Привет, дружок. Что ты тут делаешь? Лучше найди, где спрятаться. Скоро здесь будет горячо. Ага. Угу. Ну и больше он с нами не разговаривает вообще. То есть у нас только, видишь, кнопка взаимодействия. Потому что он же не умеет разговаривать. Угу. Давай сходим в сарай. Ой. Это кто? Это корова. 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 Здравствуй. А, он не проходит дальше. Угу. Бдям. Бдям, бдям. Давай шлепнем ее по попе, что ли. Знаешь, как это как мокрым полотенцем. Да, да, да. Не. Какая-то у него фантазия неправильная. Ну а что они тут выставили, главное? Полкоровы. Полкоровы. Ха-ха-ха. Ну тут больше ничего и нет такого. Вроде как. Вроде как, да. Что может пригодиться. Вот, качельки какие-то. Давай сходим в ту сторону. О, а тут еще куда-то можно пройти, смотри. Что это? Что это? Трава. Трава. А зачем нам трава? Скушать. Для коровы, наверное. Зачем? А я откуда знаю? Ничего не понимаю. Давай качели делать. Качельки. Под круглым, может. Причем качельки. Я думала, если бы вот камня не было здесь, да? Можно было бы залезть там. Хотя нет. Как? Камень кидаешь. Но он вообще беспомощный какой-то. А вдруг он тебя услышит? Не надо так говорить. Он не беспомощный. Ну-ка, вот тут давай еще сходим. Что у нас здесь? Ну, я в том плане, что у него ручек нет. А смотри, он сойти не может сюда? Угу. То есть все? Может, надо с частик как-то с этим поболтать в разных формах попробовать? Может быть. Не знаю. Давай вот круглый попробуем. Скажешь что-нибудь. Да. Молодец. Да, я думаю, так, наверное, и есть. Потому что... Мы уже все посмотрели, он ни с чем не взаимодействует. Ну все, хватит. Кыш! Может, ему надо как-то этот шарик выдавить там из себя? Сейчас, подожди. Ишь! Оставь меня в покое! Ты что такой нервный? Дави его. Ишь! Кыш! А если он такой плоский, где там шарик у него, интересно, который мы ели? Может, переварился? Хи-хи! Уже. Нет, ну слушай, все вроде. Все формы, да? Да. Это я сразу разговаривала, эти сейчас попробовала. Я тогда что-то не понимаю. Ишь! Кыш! Ишь! Кыш! Ну все, короче, его заклинило совсем. Ишь! Кыш! 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 Может быть, надо вернуться? И сказать ему, что тут как-то... А как мы ему скажем-то, мы не можем говорить? Пропищать. Пропищать. А тут еще луки-то нет обратно. А, ну во. Тем более. Я вообще думал, что нам надо как-то запустить себя. Азбука и морзи пропищать. Чего? Я думал, что на нас надо как-то воздух запустить, мы... И в воздухе сделать тяжелым и промотать вот эту штуку. Нет. Вообще, я думал, что камень запустить, и он промотает эту штуку. Но он туда не залазит. А бочка там светится? Нет. А нет. А трава зачем светится? Непонятно. Откуда я знаю? Давай я ее разными формами попробую. Сжечь? Да. Оооо, норка. Норка. Ну, это пока ничего сложного. Как бы... Маленький выбор того, что можно сделать. Угу. Ага. Значит, вот этими. Хе-хе. Ага. О, как. А тут он запрыгнуть не мог, что ли, получается? Видимо, так. Округлым, наверное, надо было. Ну да, надо было. Хе-хе. Не, я думала, может быть, надо спрыгнуть, а потом подпрыгнуть оттуда. Так он не умеет круглым. Ну, сейчас сделаю все как надо. Хе-хе. Куда он улетел? Так, я не понял, а что произошло? Камень улетел. Отлично. А, надо было форму поменять, сделаться легким. Или каким-то другим. Каким? Давай решать. Вот этим, наверное, пятикаплям. Пятикаплям, давай. И он такой бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И закрутит там все. Да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да. А я думаю, куда он улетел? Хотя не факт, кстати. Может быть, надо ленточкой сделать. Ну, я думаю, это... В точном направлении мыслим. Правильно. Мы готовы. Мы готовы. Тью. Как-то не в том направлении мы явно мыслим. Короче, нам надо форму подбирать правильную. Это не подходит. Да-да-да. Ладно. Ну, с правильным мыслим все-таки. Давай простой. Давай. Так. Значит, ленту все-таки. А здесь ты ничего не можешь сделать? А как мне спрыгнуть? Подожди. А, ты можешь теперь еще прыгнуть? Вот еще. Зачем? Смотри, спуск какой-то. Засветилось. Вернее сказать, не так. Засветилось. Видишь, новенькое. А вдруг у тебя на той крыше тоже что-нибудь светилось? Мы даже не посмотрели. А, ну да, наверное. Может быть, что-то засветилось. Попробуем тогда водосток. Ну, может, он просто спустится? Я думаю, спустится, да. И он нам ничего не дает. Ну, теперь, да, можно выше прыгнуть. А можешь? Если прыгнешь, в пяти капли пробуй. Хотя, смысл... Нет. Не прыгает. Ну, понятно. Вот так, наверное. Наверное. Другим, наверное, он не пройдет тут. О, как. Не понял. И что дальше? Сейчас придумаем. Не пойму я что-то. Сейчас вода такая. Что за свиньство? Я насквозь промок. Погоди, маленькая тварь. Я большая. Куда он пошел? Сюда. И сохнуть пошел. О-о-о-о-о! Сейчас мы с тебя тут все упрям. У тебя есть план? Да. Я его думаю. Хороша. Но все-таки первоначальный план мы не угадали. Ну, да. Ну, механик уже угадали? Ну, да. Нет, ничего тут не боялось. Ага. Ну-ка. Оп! Чик-чик. И что? Опять раздуться, что ли? Эм. Ха-ха-ха. Теперь превращаешься в какого-нибудь легенького. И тебя запускает куда-то. Точно. Точно. В ленточку? Или в простого? Пяти капли, может быть. Он в бочке, смотри, сидит. Ты видела его? Кого-кого? Часки в бочке сидит. А-а-а! Нет, не видела! Только что увидел. Вот он, наверное, там от наглости нашей просто. Давай попробуем пить. Не получится, еще раз повторим. Почему все время все происходит не так, как я думаю? Так, хорошо. И что? Ну, не знаю, что-то получилось. А вот что именно? В какую вообще идей нет у меня? Сейчас, сейчас. Поднимутся, как парашют? Точно. Да, такой не каждый день увидишь. Ну, полетели уже. Очень уж он... Опять не то. Я думала, он сейчас сам парашют притащит туда, за ворота. Да тут уже каждое действие, я говорю, у меня постоянно мысль об одном, а происходит другое. Прыгнуть теперь? Да, я думаю, так. Просто спуститься и все. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Еее. Отличный капль, у тебя получилось. Ну-ка, извиняйся. Это было не так трудно, но я все равно горжусь тобой. Все-таки сказал какую-то гадость. Это было не так трудно, это было очень трудно. Здрасте. Здравствуйте. О-й-й-й. Здесь полное запустение. Куда подевался король? Куда-куда? Куда идет король? Большой секрет. Большой секрет. Большой секрет. Большой секрет. Давай пообщаемся с частки. О, смотри, что у нас засветилось. Людер. Ну-ка. Ветер дует с вискота. Столько что придумал. Не думаю, что дождусь ответа. Как и ото всех высших сущностей. Мне не дотянуться. Да и зачем? Он показывает... Все, пойдем. А, во. Седвик, что ты здесь делаешь? А сам как думаешь? Делаю твою работу. Спасаю мир, все такое. О-хо-хо, Седвик. Теперь уже слишком поздно. Ну да, как всегда. Опускай руки, если хочешь. Я хоть попытаюсь, если не возражаешь. И если миру действительно придет конец, то, по крайней мере, это будет не моя вина. Глупый, храбрый клоун. Во что же я тебя втянул? Лучше прячься. Быстрее. А что вообще происходит? Что вообще происходит? Конец близок. Азгили наступают. Знаю. Я только что сбежал из их тайного логова. Ты был в крепости Азгили и остался в живых? Ну, если это можно назвать жизнью. Мы еще можем все исправить. Шепчущий камень у меня, помнишь? Он все еще у тебя? То есть... Да, конечно. Как я в самом начале и планировал. И самое трагичное во всей этой истории то, что ты опоздал. Но не расстраивайся. Привлекая новичка, я знал, на какой риск я иду. Ага. Ты придумал отличный план, а я слишком долго копался, так? Ты слишком жесток к себе. Я все равно тобой горжусь. В конце концов, ты же не Часки, как я. Сидит там такой в бочке. Умничает. Где король? Заперся в своих покоях. Попасть туда можно из тронного зала через обсерваторию. Боюсь, он сейчас совсем плох. А что случилось с королем? Никто точно не знает. Наверное, его гнетет надвигающаяся гибель. Ясно одно. Он очень слаб. Прикол хочешь? Я вот сейчас нажму на диалог, а ты посмотри на корову. Она, оказывается, уже передом стоит к нам. И она очень смешно выглядит. Да? У меня ничего не получается. Может, ты мне как-нибудь поможешь? Седвик, Седвик, Седвик. Не могу же я делать за тебя всю работу? Да уж. Наверное, я принес тебе массу проблем. Ах, дружок, не переживай. Я научил тебя всему, что должен знать Часки. Так что ты отлично справишься без меня. Ага. Я, конечно, пожалею об этом вопросе, но... Как ты сюда попал? Ах, да. Это долгая и волнующая история. С чего же начать? А что случилось на берегу? На берегу? Ах, да. Я помню, как будто это было вчера. Это и было вчера. Я просидел один там довольно долго, выполняя тайные упражнения Часки. Упражнение на двухсекундное засыпание? На пустой желудок я делаю это быстрее, чем за две секунды. Так вот. Внезапно в небе появилось облако. Одул резкий ветер, и меня пробрала дрожь. Я выхватил кинжал и достал пару бомб, которые ношу в рюкзаке на всякий случай. Я был на готове, когда из леса донесся треск. Каждый мой мускул был напряжен до предела. А потом... Что потом? Я все бросил, схватил рюкзак и побежал так быстро, как только мог. Понятно. Когда я обернулся, то увидел, что там была... лиса. Но я уже покинул мое убежище. Я был уверен, что азгили заметили меня. Поэтому я не стал возвращаться. Это было слишком опасно. Слишком опасно? Слишком опасно? Я думал, ты сражался. Ни за что. Для этого я слишком умный. И хотел сказать трусливый. Невероятно. Я пробежал полмира только из-за того, что ты испугался лисы. Но это была очень большая лиса. Все-таки с трусом. Как ты сбежал от азгилий? Азгилий? Но я не был у азгилий. Как это не был? Стражник рассказывал про щуплого зеленого пленника. Щуплого? Как ты мог подумать, что это был я? Я постоянно тренируюсь. Я слишком развит физически, чтобы меня поймали азгилии. Значит, они тебя не догнали? Была погоня? А то. Ну, если не догнали, заменить на не нашли в пещере. И если погоню, заменить на сбор ягод. Хе-хе. Так, ты вернулся в корону. По тайному маршруту частки. Сейчас угадаю. Ты растворился в воздухе, и ветер задул тебя сюда. Нет. Мой камень возвращения по-прежнему настроен на дворцовую площадь. Какого фига? Будем считать, что я этого не слышал. А? Я что-то не то сказал? Ааа. Дааа. Гадёныш. И это ты называешь приключением? Нет. Я называю это работой. С часки происходит столько удивительных вещей. Не каждая критическая ситуация теперь будоражит мне кровь. Ну да, ну да. И именно поэтому ты сидишь тут просто так. Ага. Когда конец так близок, и азгилии наступают. Ааа. Да. И один из них прямо сейчас стоит у тебя за спиной. Что? Ааа. 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 Да, да. Почти подловил меня, а? Чтобы подловить часки, нужно встать пораньше. Часов в десять? Падалуй в одиннадцать. Я люблю поспать. О, недоразумение какое. Ааа. Хочу заметить, что теперь ты вообще без одежды. Мы как бы одежду тут уперли. Хе-хе. Королу что ли заживала? Хе-хе. Да-да-да, тоже хотел предложить. Ты прячешься в бочке? Для часки это нормально? Твои глаза обманывают тебя. Это специальная спасательная бочка часки. Легендарный часки шорши. Однажды в такой же бочке переплыл барабанский водопад. На безопасном расстоянии от водопада. Разумеется. Хе-хе. Оставайся здесь, если хочешь. А я пойду и спасу мир. Не забывай, чему я тебя учил. Ага. Веревка. На моей могиле напишут. Он не сумел спасти мир. Зато превосходно разбирался в биевых веревках. Выглядит аппетитнее, дедулиный стряпни. Ох, коровья жизнь. Че, покушать хочешь, что ли? Фу, нет. Лучше уж съесть плесневый суп. Так аппетитнее же. Фу, нет. Лучше уж съесть... Хе-хе. С виду она вполне довольна. Ее не заботит, что мир на краю гибели. Ох, коровья жизнь. Ну да, улыбается такая. Мууу. Чтобы подоить корову, мне нужна подходящая посудина. И что еще важнее, хорошая причина. Да, вот про причину я тоже хотел сказать. Зачем? Подоить, подоить. Ну ладно. А вот дверь-ка. А колодец еще пока не ушла. Глянь. Что там с ним? Кто там ходит? Да! Выходи. С гибели? Бокая, темная дыра. Совсем как моя жизнь. Хе-хе-хе. Это не колодец желаний. Я думаю, плюнить сейчас опять. Так, рукоятки нет. Ага, рукоятки нет. Палку может вставить. Да, думаю, что она выдержит? Слабенькая же вроде. Ну, не знаю. Попробовать стоит. Не надо это выбрасывать. И вдруг она мне еще пригодится. Нет. Ладно. Чик-чик-чик. Это светится. Качелька. А, а, а. Ну ладно. Да невозможно просто так светиться. Возможно. Опять ручки нет. Хотя на этой двери необычная колотушка. К сожалению, сломанная. Нет кольца. А ворота закрыть не надо? А давай. Там враги же наступать собираются. Ворота открыты, и мне это нравится. Ты вот шел сюда, чтобы вот это сказать. Гад. Хе-хе-хе. Тук-тук. Есть кто дома? Никого. Весь замок кажется заброшенным. Дверь без замка. Тут только сломанная колотушка. Колотушка. Я не смогу постучать в дверь, пока колотушка разобрана. А у нас ничего нет. Пока. Нет, здесь нет. Ну, пойдем искать что-нибудь полезное. О, можно войти. Тром. Угу. Угу. Габелин, щит, стенная мозаика. И все, отсюда выхода нет никакого, то есть... Угу. Угу. Напольная мозаика. Так, что здесь у нас? Замочная скважина. Случайно не королевский тайник? Королевский тайник. Мамочки, у меня руки дрожат. Какой же должен быть замок, чтобы я его взломал голыми руками? Угу. Попробуем. Попробуем. Тот же способ. Гляди, капль. Замок секретного тайника. Конечно, это секретный тайник. Или тайный секретник. Нет. Так же не хочет. Трон. Трон пуст. Где же король? Эй. Ваше величество. Есть здесь кто-нибудь? Нет. Я не достоин. Ну, посидел бы, пока никто не видит-то. Да. Чуть-чуть. Скоро. Хе-хе. Секунду. Королевский герб не так выглядит. Тут все перепутано. И какая-то деталь отсутствует. А кто все это будет чинить? Ну, кто-кто-кто? Ой, головоломка. Такая еще деталь какая-то отсутствует. Надо сначала деталь найти. Пятнашка у нас будет. Да. Ну, давай. А вот мозаика внизу. Я хочу... А? Напольная мозаика. Нет. Я помню про нее. Я просто говорю, надо, наверное, подняться. Я хочу подняться вот сюда. Возможно, здесь какая-то подсказка будет. Вот, видишь, здесь щит. А на щитах обычно гербы всякие там. На гобелейнах там. А, ну да. Но подняться туда... Да там, по идее, по рисунку можно собрать. Я не знаю как. Эта плитка отличается от других. Пол чинили не слишком аккуратно. Хм. Это сюда, наверное, вставили отсюда, что ли? Ха-ха. Возможно. Надо же. Тут можно есть с пола. Если любишь пыльных таракашек. Фу. Пыльных таракашек. Уф. Не могу просунуть в трещину пальцы. Они у меня толстоваты. А палкой? А этим каплям? Сейчас, сейчас. Уф. Этим я плитку не вытащу. Здесь нужен рычаг подлинней. Даже так? Хм. Неужели капль не справится? Дверь. Смотри, куда ползешь, капль. Как бы пол не провалился. Нет. Фигушки. Смотри, куда пол... Как бы пол... Не получилось. Неужели дверные ручки совсем вышли из моды? Неужели дверные ручки совсем вышли из моды? Запертые двери уже начинают действовать мне на нервы. Не говори. Без штучки вот этой нам, наверное, проще будет собрать. Потом дополнительно вставить уже. Когда двух не хватает. Ну, вообще, да. По идее. Потому что мы сейчас в любом случае, наверное, можем только единственное сделать, сходить к частке еще раз поболтать. Ну, может быть, он наверх поднимется. Каким образом? Ну, видишь, лесенка слева немножко. Видно ее. Ну... Да, слушай, пошел. А я смотрю, тут нет этой стрелки. Ой, что-то забрала. Рычаг. Ты не забрала, ты отодвинула. Ага, слушай, точно. Как-то у меня темновато видно. У тебя нормально, да? Да вроде нормально. Удобная крутящаяся рукоятка. Наверное, это рычаг. Сломать надо. И на колодец. Ой. Так, так, так. Спрятаться за гобеленом? Не смешите меня. Хм. Попробую еще раз нажать. Ага. Ага. Дверь какую-то открывает-закрывает. Гобелен подвешен на палке. Его можно сдвинуть, разумеется. Все равно, что со стеной говорить. По собственному опыту знаю. Ага, и опять. Давай щит посмотрим. Да, давай. За этим щитом пустота. Момент. Кажется, там что-то есть. А мы уже обнаружили. Да здравствует король, который заперся в своем замке. Когда все его земли летят в пропасть. И даже не пытаются. Слава королю. Это мы уже слышали. Определенно. За щитом что-то спрятано. Поглядим. Никак. Да что ж такое-то. Давай палкой попробуем нашей. Зачем? Мы же знаем, как открыть. Кругом запертые двери. Ну, он же говорит прямо за щитом. Странно. Я не понимаю, как до этого. Нет. Я не смогу просунуть палку между щитом и стеной. Щель слишком узкая. Мне кажется, вот так все. Я думаю, вот. Что такое-то? Тебе не надо. А что ты кричишь-то? То есть меня тогда не пустят, что ли? Не, не знаю. Со счетом надо что-то сделать, значит. А почему мне так и надо-то? Я мир спасаю, а ты мне тут плохого желаешь. Я считаю, что надо Капля попробовать за щит засунуть. Ладно, давай. Бучит щит. Слушай, Капля. Ты не поможешь мне снять щит со стены. Так. А теперь? Ага. Ну, разумеется. Так, минутку. Секретный механизм. Понятно? Секретный механизм. А щит нам сам не нужен, получается? Ну да. Интересно. Здесь на цепи висит противовес для тех ворот. Так. Зубами я цепь не удержу. Ну, капля надо, наверное, вешать, да? По идее, палку еще можно в цепь воткнуть. Я вот вообще не вижу, что там... Ну, то есть темно у меня на экране. Ну, я цепь тоже не вижу. Ячейки. Лучше не хватать ее руками. Если решетка грохнется, цепь обдерет мне руки. Надо сначала, наверное, получается, нажать на рычаг. Угу. Теперь завешиваем, получается. Теперь завешиваем. И вставляем палку. Ну, возможно. Еще и веревка, кстати, точно. Ну, еще веревка, да, есть. О! Вот! Куда мы вышли? На второй этаж. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok